Всем здравствуйте, мастерская с вами компания. Я Вячеслав, приветствую вас. Немного расскажу о выставке. Выставка прошла так. Нормально, неплохо пообщались. Немного продали. Продал немного, честно говоря. Рассчитывал на большее. Но дело не в качестве продукции. В качестве продукции все заметили, что оно на высоком уровне. Одно из лучших на выставке. Дело во многом зависит от места, где стоишь на выставке. Не зря все известные медкомпании стоят по центральному входу или по периметру. Потом, конечно же, не суть какого... Иногда не основное качество продукции, так скажем, в продажах. Конечно, надо иметь талант купца. Не зря во все времена были купцы, в принципе, богаче промышленников. Вот, таланта купца у меня большого нету. К сожалению, к счастью. Не знаю, был бы талант купца. Тогда, может, продукция была бы другая. Делал бы ширпотреб какой-то. Вот. Ну а так все в целом нормально. Все неплохо. Для первого раза пойдет. На конкурс по резу охотничьих ножей у меня нож не взяли. Сказали, что и без вас у нас много ножей на этот конкурс. Потом на конкурс кухонных ножей сказали, что можно только один нож от организации. Потом, как казалось, что сдают и по пять, и больше ножей. Другие из Вирмы, которые уже знают всю кухню, которые уже более 15 лет, более 10 лет ездят по выставкам. Так или иначе, один нож филейный занял второе место среди кухонных ножей филейных. Почему не первый, я не знаю. Я не смотрел конкурс. Стоял на стенде. Жена ходила на конкурс посмотреть. Но так и не дождалась слишком долго. Там все было. Там резали продукты, потом готовил повар. Потом раздавали эту пищу, потом опять резали, потом опять готовил, потом опять раздавали пищу. Думаю, все это довольно надолго. Так и не дождалась. Она говорит, что слышала от шефа, что он сказал, что лучшие образцы оставляет наконец на завершение конкурса. Ну а когда я уже пришел глянуть одним глазком, там уже фактически все закончилось. Раздавали последнюю еду. Ну и я, конечно, ни на что не рассчитывал. Примерно представляю эту кухню. Но, как ни странно, нож занял второе место. Один из организаторов приходил поздравлять, знакомиться. В прямом смысле, по-моему, обалдел от продукции. Прямым текстом сказал, где вы были раньше с такой продукцией. Ее надо представлять. Кстати, он и намекнул, что ее надо представлять не на том месте, на котором стояли мы, где проходимость была небольшая. И в основном люди проходили и разговаривали между собой, между рядами, не обращая вообще внимания на стенды. Поэтому, да, зависит очень многое от места положения. Это так же, как и магазины в городе. Если они в центре, у них больше проходимость, проходимость, чем где-то в закоулках. Ладно, будем учитывать. Будем стараться работать в дирекции. Хотя все места, конечно же, заняты уже известными фирмами. Хорошие, жирные. Но они к тому же, наверное, дорогие. Что не по силам в нашей небольшой мастерской. Все равно будем оставляться, как мне говорят сами производители, то надо стоять на более хорошем месте и постоянно несколько лет, чтобы наработать клиентов. Я как-то не люблю такое слово наработать клиентов. Все-таки, наверное, я больше люблю слово, словосочетание. Наработать как авторитет. Опыт авторитетно работать среди вас, потребителей нашей продукции. Так что будем работать в этом плане. Нарабатывать авторитет. Может быть, поэтому у нас и продажи поменьше. Потому что мы не нарабатываем клиентов, а нарабатываем авторитет. Как долго это будет происходить. Посмотрим. Ну, все-таки получается потихонечку. Люди подходят, говорят, что слышали о слонах, что слышали, что продукция одна из качественных на рынке, на живом. Многих мнение такое, что нож должно быть не жалко, что не должен трястись, отдавая в руки кому-то из друзей, что он его испортит. В принципе, поэтому нож должен быть недорогой. Так можно относиться ко всему тогда. И одежда должна быть недорогая. Вдруг ее запачкаешь по дороге. Сапоги такие же, чтобы их не жалко было, что они расклеятся от этих всех примесей. Зимой особенно, которым дорогу обрабатывают. Машина должна быть недорогая, вдруг кто-то в нее вяжется. То есть, вот все должно быть недорогое. Я не говорю, что... Мне кажется, что как цена-качество у нас нормальная продукция. Она не самая дешевая, но и не самая дорогая на рынке. Поэтому мы будем дальше втянуть свою линию. Вот примерно все так было. Теперь покажу нож, который занял второе место в конкурсе. Вот нож, вот его параметры. Такой удобный. Ручка неординарная такая для кухонного ножа, но она очень удобно лежит в руке для работы. Клинок гнется. Мы сейчас не делаем сильно гнущиеся линьки, типа как линейки. Так как, в наш взгляд, работать ими не столь удобно. Упора нет. Поэтому нож гнется. Ну так чувствуется, что все-таки это металл. Что металл есть. Рукоять. Стабилизированный кап ореха. Клинок М390. Как многие заметили на рынке, что мало кто делает М390 филейные. Потому что не так легко это все сделать. Кстати, многие уже производители здесь, в Ворсме спрашивают, как я делаю термообработку клинков. Видать, многие заметили нашу продукцию на тестах или еще где-то. Может быть, им говорят клиенты ихи, бывшие или нынешние. Многие спрашивают, как мы это делаем. Мы все равно становимся уже более заметными на живом рынке. И это радует. Вот диплом. На этот нож. Этот нож, кстати, из набора кухонного, который обычно представляют три ножа. Вот тут сейчас в таком варианте, с Х12 все три готовых ножа. Вот этот вот такой набор кухонный из трех ножей. Фрукты, овощи, филейный и шеф большой. Вот этот нож из этой серии. Кстати, вот есть М390 нож из этой серии. Нож же более толстый, но все равно немного меняется. Сейчас уже нормально. Ну, более толстый, более мощный. Рукоять немного побольше. У них рукояти, видите, поменьше, чуть-чуть побольше и еще больше. То есть они разные, рукояти у этих ножей. И, наверное, давайте. Давно не было никаких лотерей, никаких аукционов. Давайте попробуем этот нож на ночь этот сделать аукцион вместе с дипломом. Этот нож будет продаваться. Если есть интерес, участвуйте в аукционе. Начальную цену сделаем 10 тысяч рублей. На самом деле на выставке он стоил дороже, да и на сайте он стоит дороже. Но начальную сделаем округлую. Стоимость здесь тысячи рублей. Нож филейный. К нему идут ножны кожаные. Сейчас не побегу за ними уже. Они без всяких просто нож совывается сюда. Все. Нету никаких заклепок, ничего. Но я уже показывал. Вот такой диплом. Мне кажется, это был бы неплохой подарок. или шеф-повару знакомому или жене. Диплом в рамочке с ножом. Или нож. Нож, вернее. С дипломом в рамочке. Ну, вроде все на сегодня. Всем удачи, здоровья. До новых встреч. Хороших выходных. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok